Ленинградский день победы Простых горожан и, конечно же, ветераны, которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше. Большинство блокадников, пришедших сегодня, в те страшные дни были еще детьми. Эмме Петровой было 11 лет. Она вспоминает, как вместе с матерью узнала блокаде от продавщицы в магазине. А когда объявили войну, это было воскресенье. Мы ехали в Цепку и объявили войну. Это для меня было уже ужасно. Потому что папу убили в финскую войну. И это... Ну, благодаря тому, что папа был орденоносен, нам давали еще похлебку. Почтить память погибших на Фискаревской кладбище сегодня пришли председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко, полпредпрезидента на Северо-Зафаде Владимир Бувавин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер городского парламента Вячеслав Макаров и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Торжественная церемония прошла и по другому памятному для всех ленинградцев адресу. На Невском 14-ю знаменитой табличке с надписью «При арт-обстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Святые к мемориалу возложили ветераны, члены городского правительства и депутаты законодательного собрания Петербурга. Подвиг защитников Ленинграда почтили минуты молчания. Почетный караул суворовцев возложил еловую гирлянду. А потом блокадники рассказали школьникам, каким им запомнился тот день, 27 января 44-го. В 44-м прозвучал салют. Вот в день снятия блокады я стояла около артиллерийского музея. Мне уже было 6 лет тогда. И я держала за руку маму и прижалась к ней. Мне показалось, что это снова бомбежка. Памятные акции, посвященные 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда, фашистской блокады, будут продолжаться весь день. В 6 вечера в окнах Аничького дворца погаснет свет. Вместо электрических лам зажгут сотни свечей. Взяв их в руки, петербуржцы пройдут по Невскому к памятной доске на набережной Фонтанке. Оттуда жители блокадного Ленинграда брали воду. В ледяной проруби почетный караул суворовцев с воинскими почтями возложит еловую гирлянду с алыми гвоздиками. В 7 вечера на Стрелке Васильевского острова зажгут огни растральных колонн, а на дворцовой площади пройдет ставшая уже традиционной молодежная акция. 5 тысяч участников хором прочитают стихи Ольги Бергольц. В программе также концерт, выставка военной техники, плевая кухня. Ровно в 9 вечера все завершится салютом у стен Петропавловской крепости. И важная информация для водителей. Вечером в центре города изменится схема движения. Во время проведения на дворцовой площади акции «Непокоренный Ленинград» с 7 до 9 вечера будет закрыто движение транспорта через Певческий мост по дворцовой площади на Миллионную улицу. А с 6 до 9 вечера перекроют проезды и по Большую морскую отместку проспекта до Дворцовой площади. На Пискаревском кладбище прошла торжественная траурная церемония, посвященная 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сотни людей, члены правительства, представители общественных организаций, ветераны и жители блокадного Ленинграда пришли поклониться и возложить венки к монументу Матери Родины. Несмотря на то, что официальная часть церемонии уже завершилась, люди продолжают нести цветы и венки к самой большой братской могиле. Десятки красных гвоздик под надписью «При артобстреле» «Эта страна улицы наиболее опасна» на Невском проспекте возложили жители города и ветераны. Многие из них жили на соседних улицах и каждый год приходят именно сюда почтить память родственников и всех погибших от голода и бомбежек. В Петербурге может появиться памятник блокадному огороду. Конструкцию в виде белокочанной капусты предлагают установить активисты. Они уже подготовили макет монумента. Памятный знак метр на метр они предлагают разместить недалеко от Исаакиевского собора, там где в годы блокада ленинградцы высаживали овощи, которые многим спасли жизнь. В администрации Петербурга, правда, пока не согласовали место под новый памятник в центре города. Сегодня для города особенный день. 71-й годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь памятной даты подготовлена масштабная программа. По традиции она началась с траурного митинга у дом номер 14 по Невскому проспекту. В память о жертвах блокады к стене с надписью «Граждане при артобстреле» эта сторона улицы наиболее опасна. После минуты молчания возложили цветы, а школьники прочитали стихи. Траурная церемония в честь памятной даты состоялась и на Пискаревском кладбище. Погибших защитников города почтили минутой молчания. К подножию монумента «Мать Родина» венки и цветы возложили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, депутаты законодательного собрания и, конечно же, те, кто пережил эти 900 страшных блокадных дней. У меня здесь и бабушка похоронена, и братишка с 4,5 года ему было в 1942 году. Нас разбомбило, мы жили около фабрики «Возрождение» на Большоохтинском. Ну и вот случилось так, поэтому очень тяжелое время, поэтому вспоминать тяжело. Пискаревка – самое большое братское кладбище в мире. Здесь покоится 500 тысяч человек. Это жертвы блокады и войны Ленинградского фронта. Больше всего погибших было зимой 1941-1942 годов, когда норма хлеба для рабочих составляла 250 граммов в день, а для детей и стариков всего 125. Изучить военную технику времен Великой Отечественной петербуржцы могли сегодня на Дворцовой площади. Там в рамках праздника открыли сразу две выставки. Одна из них – военно-полевой палатки, рассказывает о работе милиции во время блокады Ленинграда. Экспозицию посетил губернатор Георгий Полтавченко и начальник петербургского главка. Мы сегодня впервые за много-много лет попытались все-таки показать, о чем занималась милиция в годы блокады. Мы по этой экспозиции видим о том, что это и борьба с преступностью, это и 21-я дивизия, которая защищала город, и в первую очередь – это Кировский завод. По словам организаторов выставки, экспозицию открыли в первую очередь для школьников, чтобы молодое поколение помнило о подвиге старшего. На площади Победы, на митинге у памятника героическим защитникам Ленинграда сегодня звучали песни и стихи блокадного времени. Ветераны делились с юными петербургцами воспоминаниями о пережитых событиях. Официальная часть церемонии по традиции началась с минуты молчания. Цветы к монументу во главе с вице-губернатором Петербурга Игорем Албином возложили члены правительства города и депутаты законодательного собрания. Завершилась церемония концерта. В музее городского электрического транспорта ветеранов с днем полного освобождения Ленинграда поздравили ученики 138-й школы, которая работала в годы Великой Отечественной войны. Они рассказали о тех, кто учился в заведении в это время. Все материалы ребята собрали благодаря собственному музею истории. А учащиеся школы имени Шацкого исполнили песню «Неповторимый Петербург». После чего все вышли на улицу, чтобы возложить цветы к мемориальной доске в честь подвига трамвайщиков Ленинграда. Именно благодаря им весной 42-го движение транспорта удалось возобновить после почти годового перерыва. Вот работники трамвайно-троллейбусного управления возрождали трамвай. Буквально через 7 месяцев после блокады, начала блокады, они восстановили и запустили трамвай. И вы видели в кино, как это было важно для всех жителей города. А после памятной акции ветераны и школьники заняли места в трамваях в блокадном времени и проехали по территории музея. А в музее на Мучном переулке подготовили выставку по энтомологическим дневникам ученого-натуралиста Андрея Батуева. В годы войны и блокады он успевал рыть окопы и выращивать тропических бабочек. Яркие крылья насекомых вызывали улыбку и интерес у всех, кто приходил к Батуеву в гости и отвлекали от ужасов войны. О том, как в блокадном Ленинграде удалось сохранить живую коллекцию, Анна Бескровная. В страшные дни блокады в одной из комнат коммунальных квартир здесь, на Саперном переулке, произошло настоящее чудо. На свет появилось 125 огромных тропических бабочек. Их выявил Андрей Батуев, человек, больше известный как шахматист, но в душе натуралист и любитель редких животных. В осажденном городе он совершил настоящий подвиг. Его крылатые питомцы многим помогли вселить надежду на жизнь. Будущие крылатые насекомые попали к Батуеву в символичный день. 22 июня 1941 года. Гусениц приходилось постоянно кормить листьями и дубовыми вениками. Сам натуралист не всегда успевал. Помогал городу. Строил окопы и пулеметные гнезда. На помощь пришел соседский мальчик Шурик. Он каждый день носил еду для будущих бабочек. Потрясенные невиданным зрелищем, люди на какое-то время забывали об ужасах войны и с интересом рассматривали. Ажурный рисунок фигурных крыльев, достигавших 15 сантиметров в размерах. Писал в своих воспоминаниях ученый. Во время бомбежек, естественно, гасился свет, шторы занавешивались окна, становилось темно. И вот эти огромные павлиноглазки, это ночные гигантские огромные бабочки, начинали летать. Услышав шорох крыльев, друзья и знакомые спрашивали, что это вокруг, где их летает, что это. Он говорит, не бойтесь, успокойтесь, это бабочки. Что приводило их в полное недоумение. Чтобы сохранить жизнь бабочкам, соседи приносили батуеву дрова, грелись все вместе в его комнатушке и любовались тропическими красавицами. Несмотря на ранения, болезни и голод, натуралист продолжал вести энтомологический дневник и заботиться о насекомых. Символично то, что эти бабочки являются ночными, а у ночных бабочек у всех оботок отсутствует, и они ничем не едят. Интересно то, что они как раз были выращены в блокаду, когда люди сами ничего не ели и испытывали такое чувство голода, такое постоянное. Позже ученый признался, именно его крылатые домашние питомцы помогли выжить в посажденном городе. Возможно, найдутся скептики, которые скажут, что в суровые дни войны всякие таракашки и пташки, вздор и сантименты. Как это неверно, призвание до самой смерти остается призванием, и добрые чувства к живому не исчезают, несмотря ни на что. Жизнь ночных павлиноглазок обычно длится около пяти дней, но ученому удалось вывести несколько поколений. Последнее уже не смогло пережить морозы. После войны Батуев писал, что сам не верит в то, что сделал. Погибли почти все его знакомые. В городе не было ни кошек, ни собак. А бабочки продолжали порхать крыльями в комнатушке на Саперном переулке. Анна Бескровная, Анастасия Карибская, Федор Курбатов, телеканал Санкт-Петербург. И снова возвращаемся к главной теме дня. Ленинград отмечает 71-ю годовщину полного снятия блокады. А накануне в интернете появился клип на композицию «Помни». Песня «15 лет» оставалась невостребованной, можно сказать, пролежала в столе композитора. Но недавно ей заинтересовался молодой вокальный коллектив, хор русской армии. На репетиции побывала Ольга Скрипкина. Хорошо, хорошо звучит. В домино или хорошо звучит? Имитируя звук метронома, Виктор Плешак так своеобразно настраивает инструмент и сам настраивается. Песня все-таки о блокадном Ленинграде. Ленинградцы с коромыслами Идут проруби за водой. Сложная как в музыкальном, так и в вокальном плане композиция лежала на полке 15 лет. Известный композитор Виктор Плешак, автор песен Кобзона, Боярского, Хиля, написал мелодию для мюзик-хола, специально концерту, посвященному 300-летию города. Но после смерти руководителя театра Ильи Рахлина, музыка оказалась мало кому нужна. Песню несколько раз исполняли детские хоры, звучала она и в капелле, но по-настоящему массовый слушатель так о ней не узнал. Я пришел в ансамбль «Хор русской армии» и показал эту песню. Вы знаете, вот из тех песен, которые я показал, песня «Помни» сразу вызвала бурную реакцию. Творческий коллектив предложил дать песне второй шанс и нового слушателя, молодежь. Месяц хор репетировал, придумывал аранжировку, получилась рок-баллада. Композиция далась не сразу, слишком много в ней сложных мест. Вот дальше смотри, и горят на дворцовой пожары, освещая блокадный лед. Здесь какое-то нужно внутреннее такое сопротивление. Не пришлось это все пропустить через себя и прочувствовать. В этом была самая большая сложность, потому что нельзя петь о том, что ты не понимаешь. И... Да, еще раз. Спасибо, ребят. Вы уже так поете, как будто все уже, да? Умерли. Нет. Да? Должна быть эмоция, должна быть энергетика. Просто спеть, если пригласят на городском празднике, для участников хора оказалось мало. Параллельно с репетициями пошли съемки клипа. Помни прозвучало на площади Победы и в памятном зале под монументом защитником Ленинграда. Самое главное помещение для коллектива это маленькая комната в подростково-молодежном клубе, где и проходят все репетиции. Тоже попало в клип совершенно случайно. Михаил Боярский согласился записать свою партию именно здесь, на фоне этой розовой стенки. К российскому актеру театра и кино присоединились Иван Краско, Юрий Шевчук, Георгий Штиль. Уговаривать не пришлось, согласились сразу прочитать по несколько строк. Скромный бюджет диктовал условия, хористы снимали и монтировали сами. Последние несколько ночей практически не спали, торопились успеть ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В итоге получился четырехминутный клип, доступный пользователям интернета. Ролик на песню «Помни» с простыми словами, глубоким смыслом и мелодией от признанного музыкального таланта. Ольга Скрипкина, Тимофей Чекмарев и Сергей Ларичев. Вести. Петербург.